Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! Программа «Проверим!» 27 июля работает в новом Айдаре Луганской Народной Республики. За моей спиной база штаба Захара Прилепина. И мы проследим за событиями сегодняшнего дня. Я так понимаю, что здесь со многих мест, да? Да, в России. И откуда конкретно? Влагоградск, например. Краснодар. Часто приходит груз? Да как сказать, мы в Луганске почти сюда все вывезли. Вот недавно машина была. Разбирают мы быстро. В чем больше всего нуждаетесь вы? Вот что люди посмотрят? Что он уже собирает? Ну это ладно, больше нуждаются люди. В чем? Нуждаются консервация. Раз. Консервация от гузики, крупы. Сахар, сгущёнка. Прочим, все, что хлеб. Отойди, коробка. И куда ты делаешь? Вот эту большую коробку и вот эту, которую... Что в ней? Здесь книжки, мы ее завтра с той коробкой возьмем. Давай. А плечи. Главное, вы так угол не складываете. Да, 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 я помню. Помните, да. А это вы книги привезли, да? Нет, это пряники. Пряники будут пользоваться спросом? Сто процентов. Все, что можно кушать. Стул вытягивают. Или пряники, или ружья. Их особенно хорошо детям раздавать. Сладкое. Это сладкое. Ружья? Нет, сладкое, пряники. Взрослые. Так вот, сладкое востребовано очень. Да. Потому что люди после всего пресного очень хотят сладкого. Так что сладкое очень хорошо. Самовары мы бы не впихнули. Да? Это сегодня поедет или нет? Нет, мы на склад и раздавать по фасовкам. Тогда в сухое место туда ставьте в угол. Александр, что такое вы грузите? Расскажите мне. И вот здесь, там так, склад штаба Захара Прилепенко в Луганской области. На этом складе сосредоточены различные виды продукции. Кроме того, что можно съесть и выпить, здесь еще одежда. Здесь есть у нас еще женские и детские гигиенические принадлежности. Вот для того, чтобы вот это все как-то целесообразно развести людям, добровольцы, вот Павел, знакомьтесь. Павел, да. Тезка, тезка, привет. Привет. Он, между прочим, вот мы из Рязани. А вот Павел Анатольевич у нас откуда? Из Перми. Из Перми. Даже Павел Анатольевич? Да? Вот так вот, два раз тезки. Вот так вот, да. Так. И мы здесь здесь по заданию нашего старшего командира Юрия Мезинова собираем такие наборы пищевые, которые потом разводим нуждающимся людям шесть. Я здесь по заданию нашего старшего командира устроил в рамках штаба Захара Прилепина и работы с администрацией Луганской Народной Республики. Вот они нам посодействовали с помещением, со всем. Вот мы создали волонтерский центр. Дружественные нам организации подключились. Есть Добро и Дело, большой фонд, хороший, Краснодарский, неравнодушный. Это большая организация, которая родилась уже в этих событиях. Они долгие, четыре месяца работали на Азовском направлении, на Мариупольском. Вот сейчас они часть своих сил сюда перекидывают в виде волонтеров, в виде людей. Из-за правды движения много. В общем, тут уже такая солянка хорошая, дружная получается. Смены уже все практически расписаны. Уже начинаем перебирать харчами, людьми, волонтерами. Ну, все хорошо, благодаря вот, опять же, этим дружественным организациям и большому фронту, тыловому. Склад вот у нас наполнился. Буквально вот еще несколько дней назад он был, вот, аж казалось, что работы на два-три дня. Приехали одни, приехали другие. Сейчас вот стулы привезли, сладости. В общем, на склад Ростов заезжают. Сейчас опять вышли на каждые три дня, три-четыре дня у нас приходит сюда КАМАЗ. Военные помогают нам, армия России с доставкой, с проходом, со всеми бумагами. В общем, всем миром. Вопрос. Кому идет это все в основной массе, я так понимаю, на освобожденной территории мирным, да? Ну, на самом деле есть, мы не отказываем и каким-то военным подразделениям, если где-то просела какая-то позиция. Но сейчас уже не то, что было в феврале, в марте месяце, когда мы действительно, ну, затыкали большие бреши. Сейчас это, ну, может быть, это какой-то нештатная ситуация, что какое-то отдельное подразделение далеко от их снабжения там кинули. Ну, обычно это решается за несколько дней, но где-то мы чуть-чуть помогаем. Вот. И по, ну, скажем так, по снабжению там уже квадрокоптеры и прочие эти вещи, все меньше и меньше заявок. Все более и более изощренные. Сейчас уже нужны тепляки, ночники хорошего качества. Уже такие, как мы раньше, хоть что-нибудь уже не надо. Вот. Опять же, квадрокоптеры уже там нужны от третьей серии, потому что они не так садятся. В общем, все, что сейчас нужно, что ребята просят с передовой, это обычно за 300 тысяч. Вот. Мы, конечно, наши волонтеры в первую очередь настроены на мирное население. Вот. Работаем точечно. У нас есть оперативные группы, которые прям вот в непосредственную, даже я назову это не близость к фронту, это фронт. То есть, вот вы были в Белогоровке вчера, были в Золотаревке, ну, кто оперативные съемки смотрит, тот понимает, что это за деревня. Вот. Там уже мало населения, там в Золотаревке, например, из 650 человек 35 осталось. Поэтому это только какая-то часть нашей работы. А основная работа, конечно, для всего волонтерского штаба, это вот эти освобожденные территории, которые пострадали инфраструктурно, где нет воды, где нет света, где взорваны мосты и логистика затруднена. Вот. И наши волонтеры там, ну, есть лежащий больной, вы представляете, что в отсутствии всего и источника воды в нескольких километрах практически сложно ухаживать за лежащим человеком. Поэтому памперсы, влажные салфетки, опять же, что-то по еде, чуть расширенный комбинат. Ну, в общем, точно ребята работают. Стали находить новорожденных, стали находить... Ну, то есть, чем нас больше, конечно, тем больше работы появляется. Но она более точечна, более предметна. Это уже не та работа, которую мы вели, пока Северодонецк обстреливался, что мы просто подбегали к подвалу, выгрузили сколько-то чего-то и уезжаем. А сейчас уже все начали расходиться по своим местам пребывания. К сожалению, некоторым просто некуда вернуться. Они просто живут в соседней квартире или в соседнем доме. Они пока еще не понимают, куда идти. Объем работы огромный. Мы на администрацию ни в коем случае не жалуемся. Мы помогаем все сильно. Они нам сами дают эти точки, куда бывает. Они просто логистически не успевают. Огромнейшие. Это полмиллионная агломерация. Разбросанная. Мариуполь тут даже легче. Он был более компактен. А здесь разбросаны села и все это. Мы стараемся по заявкам администрации отрабатывать. Бывает так, что приезжаем, люди начинают администрацию. Я говорю, ну нас администрация прислала. Мы-то от администрации так раз в раз успокаиваются. Все, работаем как можем широко, как можно более точечно, чтобы доходило это действительно не тем, у кого уже там бывают такие, что заходишь. А там у людей уже три гуманитарки лежит. У нас же самые бойкие, самые попрошайки. У них все хорошо. Но здесь практически в этом штабе все уже наелись, ребята. Они опытные. У нас нормально в норме дел зайти с пакетами и с ними же уйти. Если мы увидели, что этим людям нет необходимости, мы спокойно ничего не раздаем. У нас нет такого, что лишь бы раздать. Мы уже как бы это пережили все. Можем мы загрузить двоих человек и отвезти в Север Донецк? Можем, конечно. Только мы их можем не в Север Донецк, мы их можем высадить на блокпосту. Они с вами дойдут. Да, мы с тобой пойдем по короткой дороге. Хорошо. Анастасия. Да, здравствуйте. Фонд неравнодушный, Москва. Да, все верно. Сейчас Юрий очень хорошо о вас отзывался, так горячо, тепло. Что вас, молодую девушку, заставило или подтолкнуло приехать сюда, в зону боевых действий? Ну, знаете, мне всегда казалось, что это риторический вопрос. Приезжать в зону боевых действий только ради того, чтобы помочь. Помочь людям. Ведь не только. Война здесь происходит. Война ушла. Нужны люди, которые будут помогать тем, кто здесь остался. Помимо помощи военным, у нас еще есть помощь военным, мы доставляем медикаменты, что-то еще. Мы помогаем людям, которые остались здесь. Наверное, когда мужик приносит, это одно, да, вроде война, мужчины, у войны не женское лицо, а когда женщины, это совсем другое, да? Ну да, когда мы приезжаем, оказывается, какая-то моральная поддержка. Когда мы приезжаем к бабушкам, которые живут одни на весь дом, им доставляет счастье поболтать с нами хотя бы пять минут, которые мы им уделяем. И вот я только приехал, ну, прям пару случаев, которые были таких самых характерных. Самых характерных. Которые за душу трагивают. Ну, например, вчера в Лисичанске у нас была девочка-волонтер из Красноярска. С ней связались и попросили найти мужа. Он был здесь ранен, всю его семью вывезли в Красноярск по системе ПВР, пунктов временного размещения. А он был ранен, с ним не было связи с Марта, и попросили его найти. Мы нашли его, так он вчера расплакался, когда мы его нашли. Когда он узнал, от кого мы, зачем мы здесь, он расплакался. Когда мы ему дали позвонить, созвониться со своей женой, он еще раз расплакался. Вот такой вот самый яркий, наверное, случай. Уже давно, то есть участвовали в открытии штаба Захар Прилетельного в Луганске. Сейчас фактически гуманитарка выходит на новый уровень. Включается у нас, слава богу, наконец-таки Москва. Вот, проект Силы Добра. Я думаю, что с подключением уже московского офиса мы реально сейчас начинаем выходить на новый уровень. В этот раз из Рязани и стулы совместно мы привезли порядка 150 килограммов пряников, воды. Машина у нас, в этот раз, небольшая. Но вкусная. Но очень вкусная, да. Благодарю. Работаем. И этот тоже Лисичанск. Что? Какую просьбу вашу выполнить? Мне нужна была российская карточка для того, чтобы сообщить своим родным, что мы живы-здоровы. Вот, я передала сообщение, ребята его передали моим родным. Вас как зовут? А? Лидия. Лидия. А по отчеству? Лидия Николаевна. Лидия Николаевна. А почему так народу мало в городе? Вообще пустой город. Все уехали или все по домам сидят? Большая часть уехала. По домам очень мало. Очень мало и в основном старики. Спасибо вам за эту помощь. За все 4-5 месяцев. Вот такая доставка именно адресная. Это первый раз. Спасибо. Вам спасибо. Проходите, проходите. И водичка. Как у вас тут дела? Да плохо. Почему? Ну что, с папочкой не расстаюсь. Кое-как сходила сегодня. Ну сейчас вы до нас без нее дошли. Видите, уже хорошо. Да дошла кое-как. С горем пополам. Как вам соседи? Помогают? Приносят вам покушать? Нет. Сами готовите себя? А ничего не готовлю. Вода, хлеб, колбасы сразу покупаю. О, уже хорошо. То есть ходите на местный рынок. А больше я ничего не могу съесть-то. Все холодное. Греть негде. А я иду на рынок. Хочет что-то купить. Они еще спят. Потом они разрыгаются и печку. Ну а я там чужой человек, как говорится. Ну как чужой. Вы все свои. Все, кто остался здесь, у вас мало. Все свои, конечно же. Вы садитесь все. Мне там... Да мы садиться не будем. Мы сейчас... Пойдем сейчас еще тоже отдавать. То есть воду вам поставили. Пакет с продуктом поставили. Спасибо. Кушайте, кушайте, кушайте. Водичку поднимите. Мы про вас не будем забывать. Ну а воду я... Как говорят, не кипячу, потому что привыкла уже. Ну та вода, которую привезли мы, она питьевая. Она питьевая, прям 5 литров. Раньше я не кипячу, но вроде боялась пить. А сейчас ничего не делается. Все хорошо, да? Просто как град выпал рядом с домом, да, уже и воды можно не кипяченую пить. Ладненько. Всего вам хорошего. Мы пойдем. Всего хорошего. До свидания и терпения вам. Я вот собираюсь, собираюсь, не знаю, куда обратиться. Мне ведь уже под 90... Под 100. Не под 200, а под 100. Полгода осталось. Ну вот, не знаю. Здоровья, здоровья, держитесь. А, Барри Ван, сейчас... А по какому поводу обратиться отходить? А? А обратиться по какому поводу? Да ну, чтобы или помогали, или как, или куда-то отправили, но действительно уже не могу. Я сегодня кое-как сходила. Куда-то же людей, наверное, направляют или нет, не знаю. Все, всегда хорошо. Уже вот дровишки заготовлены. Увесы в осень. Нормально. Смотрите. Здравствуйте, Анна Ивановна. Вам в милитарку приехала? Бабушка, да. Здравствуйте, извините. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вам водички привезли. И продуктиков. Ой, спасибо. Бабушку, подожди. Водичку не тягаем. Вот, там продуктовый набор, как раз-таки, там, крупы всякие, масло. Спасибо большое. Пожалуйста. А то нам никогда никто не дал. Пошли, чтобы получить, а они говорят, нет, надо, чтобы бабушку ведите лично. А куда? Нет, видите, мы к бабушке сами приехали. А куда вы ходили? И вам не дали? Ну, как давали, вот, на школе, на 12-е давали, на лавандию там давали. Просто понимаете, мы не от официальной какой-то организации, не от государства, просто обычные балансеры к вам пришли. А они говорят, мы от себя даем просто. Тоже от себя, да? Да, военные, говорят, мы от себя даем. Ну, военные тоже из своего кармана. Это надо, чтобы бабушка в наличии была, но я ее не могу притянуть. А, не ходячая, да? Не, она ходит до туалета. Мы бабушку сами приехали. Спасибо. Мы до туалета в кухню водим. Максимум. Вот и все путешествие на день. А вы почему не уехали, скажите, пожалуйста. А куда я ее поведу? Я не собиралась никуда ехать. У нас дочка в Курске, она звала нас, но мы не поехали, я бабушку, дедушка у нас как раз в марте умер. Тоже такой был, все лучше. Страшно было, когда здесь боеведействие шли? Очень. Что страшно, то страшно. Да. Ну, и как вот так, если по-честному говоря, хорошо, что произошло то, что произошло? Конечно. Ну, лучше, чем было. В общем, о чем плохо было? Ой, не буду говорить. Я сама вообще россиянка, но как пришли сюда, вскочили трое сразу в квартиру. И дедушка только глянул, и на утро уже его не стало. Так что я ничего не... Вот что вы россиянка с украинским паспортом. Потому что и замуж вышла. Все. Ну, понятно. Другого ничего не скажешь. Дай бог сейчас все налаживайся. Хорошо, спасибо. Коты, собаки, все вместе. Кто выжил, да? Да. Вы выжили. Скажите, пожалуйста, ну вот вроде вы-то еще такая молодая, цветущая женщина. Вы-то почему никуда не уехали? А что я должна уезжать? У меня здесь мой дом. У меня родители здесь. Ну, такие сложности, видите, готовите на улице. Ничего страшного, зато я дома. А свет-то есть хоть? Нет, у нас ни света, ни газа, ни воды. Но зато я дома. Да. И вот этот мир наступил такой высокой ценой. Это оправданно или нет? Я думаю, оправданно. Я буду, я тут буду в любом случае. Даже если чего-то не будет, хоть он и окно разбили, но будут здесь. Никуда не поедут. Потому что это мой дом. А с вами можем с мужчиной поговорить? Можно, это мой муж. Да, вас как зовут? Вас как зовут? Меня Катя. Екатерина, а вас? Эдик. Эдуард, вы что скажете, как мужчина, вот по поводу происходящих, происшедших событий? Да что сказать? Ну, я честно скажу, в России тоже неоднозначные отношения. Далеко неоднозначные отношения. Пусть вот они, я покажу это в России, в Рязани, столице ВДВ. Слушай, мнение человека, который вот действительно участвовал вот в этой всей мясорубке, честно говоря. Ваше мнение, все это было не зря или? Не зря. Почему? Ну, потому что мы этого ждали, наверное. Да, мы давно этого ждали. Мы этого ждали давно. Мы давно этого ждали. И под этими, под этой властью я даже, если честно, я даже и паспорт не менял. Я не захотел. То есть, все это нужно было делать? Да, да. Я просто знал, что все равно это все вернется. Спасибо. Двадцать лет, это десять лет октября, и там теперь открыли центр гуманитарной помощи. Один раз привозили сюда на площадь. Ну, Россия привозила, раздавали в пакеты хорошие гуманитарные. Сейчас, ну, сегодня были в 14-й школе, там записывают людей. Ну, вот это, по 7,5 тысячи сказали, буду давать пенсионерам за 4 месяца, а потом, ну, это же на пенсию. Я ездила, хотела, ну, дали анкету заполнить, чтобы можно на работу возьмут. Ну, пока мисс транспорта нет. Я не знаю, как отсюда добираться, конечно, в город вообще. Может быть, в скором времени организуют общественный транспорт как раз-таки для рабочих, знаете, как на заводах развозят всяких. Ну, вахтовки. Да, да, именно это я имею в виду. А вы расскажите, вы волонтер какой-то камеры? Да, смотрите, мы из России, у нас здесь сейчас два фонда, это фонд Захара Прилепина как раз-таки и фонд Неравнодушный. Все волонтерские организации, то есть все чисто за свой энтузиазм. Ну, вот и мы что же, 4 месяца, а у нас была церковь здесь, ну, мы жили по законам Украины, церковь Иисуса Христа раньше была, и мы вот, ну, с ней вместе, и это у нас был и Николай, там, Наумов пастырь, и вот он 4 месяца помогал людям, организовывал и лекарства. И помощь, да, возил и люди, нас тут все знают, настолько благодарны вообще. Боевые действия когда закончились? Что-что? Действия боевые когда закончились? Ну, вот, получается, 3 июля нас освободили. 3 июля. Ну, что ты говоришь, месяц не прошел. Больше не стреляют туда. Да стреляют еще. Удивительно, как у вас хорошо во дворе. Мы только что вот были в городе, жили сейчас. Это я соседка. Нет, Греб, мы только, значит, у ваших соседей, мы были только что вот тоже в дворе Лисичанска, там вот война, а у вас, слава богу, все хорошо. Сегодня, вы знаете, более-менее, конечно, ну, спокойно. До этого, ну, все равно, вот, говорят, и в Кремену он был опять там, и здесь попали опять, поэтому. А вот такие сюрпризы прилетели в огород к нашим знакомым. Они их собрали и теперь рассматривают их как воспоминания. Ну, вот и Север-Донецк. Конечно, желто-блакитные флаги и все, что от них осталось. Сгоревшие дома. Ну, что комментировать, все видно. Не скоро здесь затеплится жизнь. Массу нужно усилий приложить. Уходили и варварски за собой все уничтожали. Сколько едем, ни одного живого человека на улице. Вот только женщина стоит одиноко, и все. И опять никого. И опять горящие дома. И на их пони флаги Украины. И символично. Пожалуйста, вопрос вам можно задать? Вы же местный житель, да? Да. Огромное количество сгоревших зданий. Почему? Ну, вот если сейчас приехали, там видно, что шли бои. Я как военный человек видел, да? Да. Но там такого умопомрачительного пожара не было. Здесь почему такой пожар? Потому что обстреливали день и ночь. День и ночь обстреливали. И сказали, что якобы они когда уже уходили, украинская армия, и уже начали, как говорится, напоследок долбить. У меня отец на партизанской живет. Соседи рассказывали. Я сейчас так маме в Сиротиным ездила. Рассказывали, что просто танком стреляли по первым этажам, чтобы здания рушились. То есть не по армии России, а просто? Да. Мы спустились в подвал. Они зажигалки бросали в подвал. Мы еле успевали выбегать. Спасибо. Ну вот соседи такое рассказали. Спасибо. Вот соседи подтвердят. Нет, вы понимаете, мы даже не просим подтверждение. Понимаем, что как... А у него мальчик. Вот тогда сейчас вам две бутылочки варил. У нас мы просто уже заканчиваем, поэтому вот что сможем. Спасибо. Она побежала в магазин, а там, наверное, очередь большая. А можно бабушке мне лизать? Ну, отдай трое детей еще. Давай, давай. Возьмите. Берите. Ага, спасибо. Отдадите тогда, да? Да, отдам, конечно. Это наша подъезда. Спасибо. Если мне бабушки, можно, пожалуйста, подисти лизать. Воды передай, пожалуйста. Если мне бабушки, можно, пожалуйста, все. Спасибо большое. Я передам, обязательно передам. Не убегайте. Все, нет, все здесь. Все, больше ничего. Сейчас по одному. Есть? Регуляционер, есть что? Сейчас вам передадим. Много заболеваний с рождения, плюс отсекло. Сейчас вон там еще люди выйдут, сейчас я начну. Бегут, бегут. Они начнут. Ни пенсии, ни зарплаты, мы же как-то выживаем. Ну, вам чуть-чуть осталось потерпеть. В Ариополе вот уже стал приходить нормально. А что же будет с нашими домами? Нагревательная. Нам водичку можно? Все. Спасибо. Так, можно ли еще попросить остаться здесь? На этом программа «Проверим» из Лещичанска завершается. Завтра будет новый день, будет новая поездка. Даст Бог. Увидимся. Так, спасибо. Продолжение следует...